Саш, ну как тебе интервью президента ПСЖ о том, что Неймара никто не заставлял подписывать контракт? Да, Вассент, это было мощно. А еще он сказал, кому не нравится, чао, двери открытые. Вот уж бомбануло, так бомбануло. Ну что, теперь ждем Неймара в Барселоне и воссоединение убийственного трио в атаке. Погоди, какой Неймар в Барселоне? Туда должен перейти Гризман, и он идеально подходит к клубу. Саш, ну подожди, вдвоем они точно не перейдут в Барселону, правильно? Поэтому они выберут бразильца, это лучший вариант. Нет, хотя у Барселоны реально сложный выбор, сейчас поспорим. Но перед этим расскажу вам о не менее сложном выборе. Мне многие пишут, что хотят создать свой YouTube-канал, и первая проблема — софт. Нужна хорошая программа для монтажа. Да, Саш, очень знакомая ситуация, потому что очень много сложных в освоении программ, но практически нет простых и качественных. И вот Movavi — одна из них. Она сочетает в себе простоту использования и профессиональные возможности. Вы сможете записать закадровый голос, задействовать в своем ролике крутые анимированные титры, наложить фильтры, переходы, стикеры и даже добавить эффекты. Для этого в программу встроен специальный магазин эффектов, где можно найти наборы на любой вкус. В общем, Movavi — это лучший вариант для начинающих ютюберов, у кого еще мало опыта. Да, но при этом видеоредактор вполне подойдет и профессионалам, особенно если ролик нужно смонтировать в очень короткий срок. Скачать пробную версию Movavi вы можете по ссылке в описании. А если захотите купить полную, то с промокодом от нас «Мяч» скидка составит сразу 30%. Так что переходим. Ну а теперь я докажу, что Гризман нужнее Барсе. 100%. Нет, Саша, нет и нет. Каталонцам нужно выбрать Неймара. Во-первых, потому что он индивидуально сильнее. А Барсе сейчас как раз нужен игрок, который будет постоянно забирать внимание соперников. Неймар — идеальный вариант. Его сложнее закрыть, чем Гризмана. И он гораздо лучше в дриблинге. От него будет исходить нереальная опасность каждую минуту. Антуан же все эти годы делал игру только на уровне третьего клуба Испании. Да и результативность у него так себе. Один Неймар способен обеспечить цифры по гол плюс пас, как Гризман, Каутиньо и Дембеле вместе взятые. В Барселоне гораздо нужнее Гризмана. И первая причина — объем работы, который и близко не дают ни Месси, ни Каутиньо, ни Дембеле, ни даже Неймар. Никто из них особо не отрабатывает в обороне. А прагматику Вальверде нужен игрок, который будет не забывать возвращаться. И вот француз хорош и в прессинге, и в работе без мяча, и в работе на команду. Он придаст Барселоне необходимый баланс в игре. А с Неймаром ничего кардинально не изменится. И продолжатся постоянные провалы. Трансфер Антуана просто-напросто полезнее. Вторая причина — Неймар любит Барселону. Да, у него был скандальный уход. Но игрок уже не раз признавался, что это была ошибка. И что он по-прежнему любит Барсу. Да и весь скандал тогда случился прежде всего из-за отца агента, который хотел получить бонус. А вот Гризмана реально подставил синий гранатовых в прошлом году. В последний момент отказавшись от трансфера. Пике со своим фильмом вообще стал мемом. Да и вы когда-нибудь слышали, чтобы француз заявлял о любви Барселоне? Нет, нет, поэтому игроки каталонцев настроены против него. А вот Неймара там любят. Вторая причина — Гризман всегда идеально выполняет установку тренера. С ним команда будет более управляема. И такой футболист — находка для любого наставника. Кроме того, все форварды фактически приходят в Барсу под носчиками снарядов для Месси. Но у кого-то не хватает класса, Малком, Каутиньо. У кого-то дисциплины, Дембеле. У Гризмана есть и то, и другое. А в сборной он показал, что может выполнять любую функцию на поле и подстраиваться под сильные качества партнеров. Ну и класс Гризмана позволяет ему брать на себя игру и забивать важнейшие мячи. Третья причина — Неймар точно впишется в игру Барса. Тренеры знают, как его использовать и понимают, куда поставить на поле. Тем более за последние годы обновилась ползащита, которая была проблемной, когда Неймар уходил. Сейчас появились Артур и Де Йонг, и это будет команда еще мощнее. А вот Гризмана непонятно, как использовать. Как центральный нападающий, Суарес, по-моему, пока сильнее. Как игрок-функция, на фланге Дембеле быстрее. Антуану придется искать место, менять игру под него, и есть риск, что он станет новым Каутиньо. Третья причина — универсальность. Неймар в центре будет мешать Месси, и его лучше использовать слева в атаке. Но там и так есть Дембеле, иногда Каутиньо и Малко. Что с ними делать? Продать за полцены? А вот Антуан может действовать на любой позиции в атаке и при этом не делать хуже Лео. Француз может прямо сейчас заменить Суареса, который становится все тяжелее и неповоротливее. А Гризман в самом соку. Он лучше в подыгрыше и просто летает по полю. Если же Суарес будет в форме, Антон может без проблем пару лет поиграть на других позициях. Четвертая причина — имиджевый ход. С учетом супер-трансферов Реала этого лета, Барси надо сделать ответный удар. И переход Неймара — отличный вариант. Ведь покупка Гризмана — это не так громко. Она ничего кардинально не изменит. Барси же после потери Неймара двухлетней давности нужно восстановить имидж супер-клуба и показать ПСЖ, что они с их деньгами тогда просто опростоволосились. А заодно Барса покажет игрокам вроде Гризмана и Деликта, что за каталонский клуб играют только те, кто реально этого хочет. Умолять никто не будет. Четвертая причина — травмы и физика. Гризман вообще не травмируется. У него за всю карьеру было две травмы. Это невероятный показатель. И Барселоне такая стабильность впереди сейчас необходима. Потому что Месси постарел и не бегает. Дембеле стеклянный. Суареса постоянно беспокоит колено. Ему уже 32. Ну и Неймар из той же компании. Он за последние два года получил три серьезные травмы. А за него еще и просят больше 200 миллионов. Ну а бразильцу уже 27. И у него огромная зарплата. Вы прикиньте, какой это может быть фейл. Ну и пятая причина. Барсе нужно вернуть красивую игру. И Неймар в этом поможет. Ведь при Вальверде клуб стал очень прагматичным. Даже фанатам каталонцев некоторые матчи стало неинтересно смотреть. Всю игру в атаке определяют Месси и Альба. Это вообще что? И с Гризманом ничего не изменится. Он всю карьеру, что с Симеона, что с Дешаму, играет в прагматичный футбол. А вот Неймар будет взрывать чужую оборону и убивать ее дриблингом. Так что матчи каталонцев станут снова разнообразнее и зрелищнее. И пятая причина. Неймар всегда расшатывает коллектив. Он всю карьеру везде провоцировал скандалы и требовал к себе особых почестей. Неужели вы думаете, что сейчас вдруг все изменится? Он совсем недавно ударил болельщика и получил дисквалификацию. Кроме того, Неймару, как и всей Барсе, не хватает собранности. Эта команда всегда на расслабоне. Поэтому и проигрывает, имея огромную фору. А вот Гризман супер профессионален. За ним не замечено скандалов. Он всегда дисциплинирован и бьется на 100%. Это нужно, Барсе. Вассант, ну вот как ты не поймешь, время уже прошло. Да, в 2015-м Неймар, Суарес, Месси было фантастическим трио. Но сейчас двое из них постарели, а еще один постоянно ломается. Ну не будет уже такой феерии. Саша, Месси все еще лучший игрок мира. А Неймару всего 27 лет. Они будут в полном порядке, так что все за меня. Ребят, ну хватит уже жить в эпохе пятилетней давности. Голосуйте за меня. Ну и не забывайте подписаться на канал и на наши инстаграмы. И обязательно посмотрите ролик про самые подлые поступки футболистов на поле. Я там собрал нереальную подборку. Вассант, симулянт балан. Да, и Саша, теперь уже сам прошусь в Барселону, Журавлев. Пока. Адьос. Адьос.